Но мы не случайно среди всех оставшихся в живых ветеранов разыскивали на этой неделе тех, кто освобождал во время Великой Отечественной именно Украину. Многие из них участвовали в борьбе с бандами националистов, в том числе и после победы. Из их рассказов хорошо видно, что действия бандеровцев тогда и теперь как будто скопированы. И сегодня российским военным приходится сталкиваться с тем же, с чем и их предкам. Как 77 лет назад они очистили Украину от националистических банд и насколько применим их опыт сегодня в материале нашего вызревателя Виктора Синеока. Это операция Росгвардии в лесах Харьковской области. Разведчики сначала находят растяжку, затем тайник с оружием, боеприпасы, гранаты и два шведских гранатомета. Очень эргономично. Вот имеется подставка для плеча. Легкие, небольшие, идеально для того, чтобы спрятать в укромном месте, а потом достать и утопить страну в крови. Тактика новых украинских нацистов находится в полном соответствии с традициями ОУН и УПА. Диверсии, террор, запредельная жестокость. Наследие тех, кто с приходом гитлеровской армии вышел из подполья и в 1941 устроил Львовский погром, а позже Волынскую резню. Отрезали языки, прибивали детей к стене. Говорят, придумали 300 разных способов убивать. С освобождением Украины от гитлеровцев далеко не для всех наступил мир. В республике продолжала действовать мощная и разветвленная сеть бандеровцев. В российских госархивах все подробно описано. С некоторыми документами дали поработать и нам. Это эксклюзив известий. Вот только несколько дел из центрального архива Министерства обороны. В основном это донесение, докладные записки с украинского и белорусского фронтов. Вот здесь боевые распоряжения, это личное дело. Тут документы о боевых действиях. У каждого тома свой аспект, но в каждом по нескольку вот таких закладок. Каждая закладка это информация о зверствах и преступлениях украинских националистов. На солдата и офицеров нападали со спины. Так убили, например, лейтенанта Михаила Лиховида, пока тот чинил самолет. Труп товарища Лиховида лежал в яме лицом вниз. Череп головы в двух местах был проломлен ударом тупого оружия. На спине осталась несгоревшая небольшая часть майки. Брюки были спущены до колен. Украинские националисты убили и генерала Николая Ватутина. Современные нацики теперь сносят и обливают краской памятники командующему Первым украинским фронтом. Внук знаменитого военачальника рассказал, что и его двоюродному дяде в Киеве не дали дожить до совершеннолетия. А Толя, ему было в 45-м году 15 лет. В январе 45-го года его загрубили топором в подъезде. А только потому, что он племянник Ватутина. После поражения Гитлера бандеровцы сменили хозяев. Новые приказы приходили уже из Британии. В Туманного Альбиона было направлено несколько десятков вышкаленных, завербованных и вышкаленных групп украинских националистов для работы на территории Западной Украины. Их учили сеять террор и страх. От открытого противостояния перешли к диверсиям. Бандеровцы очень рассчитывали, что США и Британия нападут на Советский Союз, а пока держали в страхе едва ли не полукраины. Весной 1943 года Радько при проческе леса в районе села Невец убил железными вилами женщину и двух детей в возрасте от 3 до 6 лет. Исторические параллели очевидны. И тогда и сейчас западные кураторы вырастили на Украине армию националистов, которая ненавидит Россию. Европа и США вооружают ВСУ и нацбады. Впереди очередной этап. Боевики уйдут в подполье в надежде, что в ситуацию все-таки вмешается НАТО. Неизменно остается и жестокость. Они так устроены. Николай Константинович Имчук последователей Бандеры на фронте изучил хорошо. Говорит, страшнее надзирателей в концлагере. Опять фашисты, опять бандеровцы. Я с ними сталкивался на фронте. Я знаю, что это за гады такие. Они хуже даже бывают, хуже немцев. Понимаете, зверство такое. Сейчас новые бандеровцы осваивают старую бандеровскую тактику. Ищут места, откуда можно было бы появиться для атаки. И тут же укрыться опять. Был сделан под собачьей будкой. Был рассчитан на 5-6 человек. Обнаружен в августе месяце. Схрон укреплен под могилой. Самое главное, люк на те где. Открываем люк немножко. Димаем шашки туда и закрываем. Вот и все, и все там они. Или сами себя застряли, и сдохнут. Это было непросто, но мы разыскали сразу двух ветеранов, которые вели охоту на бандеровцев в составе спецотрядов. Михаил Астафьевич сейчас живет в Кургане, но до 54-го года зачищал окрестности Львова. Максимян Давлетович, житель Севастополя, освобождал Ровенскую область сразу после войны. Находил схроны украинских нацистов. Когда обнаружено, дипломатия дается туда выходить немедленно, иначе произойдет здесь взрыв. Это был особый и очень опасный враг. Люди той же культуры, но обученные немецкими нацистами, повязанные кровью, способные на все. Для страшных провокаций они переодевались в советскую форму. 29 марта 44-го года, примерно в 7 утра, в село Новобрыкуля пришли бандеровцы, начали собирать людей на работу. Собрали 150 человек. Эти люди были расстреляны в количестве 115 человек. Тогда были резня и погромы. Сейчас Дом профсоюзов в Одессе и кровавая провокация в Буче. Идеологию нацизма современные бандеровцы внедряли в сознание целой страны последние 30 лет. Копии документов на Украине есть с начала 90-х годов. Они намеревались опубликовать, обнародовать, вернее, эти документы Верховной Раде, для того, чтобы вынести, скажем так, итоговое решение по деятельности этих бандеровцев. Но планы изменились, и Украина так и не получила шанс выучить уроки истории. Для современных последователей запрещенной УПА украинцы не прежде всего. Ради своих целей можно бить точками УПА Донецку и Краматорску, раздавать оружие и чинить самосуд. Ни современные украинские нацисты, ни упашники времен Второй мировой войны никогда не ставили своей целью благоденствие или защиту украинского народа. Они всегда могли им прикрыться. Именно поэтому они может и хотят, но просто не могут сдаться, ведь у них руки по локоть в крови. И это тоже часть сценария западных кураторов лишить боевиков выбора, чтобы они огрызались до самого последнего момента, который точно настанет. Опыт геноцификации у нас есть. Виктор Синеок, Игнат Бугаев, Иван Таранчонок, Иван Литомин. Известие специально для РЕН-ТВ.